Самарский факел еще зажжет в детской футбольной лиге, уверен молодой тренер команды Никита Зайчиков. Ребята занимаются всего полтора года, но уже дали бой именитым соперникам на региональном турнире Лока Болл. В своей группе они проиграли командам Сити Виктория и Академия Коноплева. Ребята сегодня отыграли, на мой взгляд, хорошо. Показали действительно тот уровень, на котором мы на данный момент играем. В высшей голове пока мы не можем прыгнуть. Хотелось бы реализовать только свои моменты, все, которые у нас были. Мы набрали много очков в группе, но, тем не менее, мы не расстраиваемся. И, в первую очередь, это очень хороший опыт для нашей команды игровой. Всероссийский турнир Лока Болл проходит уже в 12-й раз. Самарские команды в нем участвуют нерегулярно. В этом году городская федерация футбола решила реанимировать соревнования и сделать их традиционными для 10-летних футболистов. Это очень значимое событие именно для Самары. Это значимое событие именно для детей, которые принимают участие в этом мероприятии. Это один из шагов для их развития. Поэтому Самара нуждается в таких соревнованиях. Я не говорю, что их нету. Просто хотелось бы, чтобы их было еще больше. В этом году турнир проходит здесь, в том числе и у нас в городе. Вот это очень важно. Я думаю, мы сейчас посмотрим, кто как играет и постараемся их судьбу уже в дальнейшем отслеживать. В Самаре фактически за 8 лет это впервые. За выход в следующий круг соревнований играли 24 команды в 6 группах. Коллективы, занявшие первые места с лучшими показателями по набранным очкам или забитым и пропущенным мячам, сражались в финале. Чемпион Самарского локобола отправится на отборочный этап ПФО. А если повезет и там, то и на всероссийский суперфинал в Москву. Все турниры хороши, лишь бы они были. И спасибо большое организаторам за то, что в нашем городе этот этап тоже состоялся. Региональный турнир локобол выиграл Тольяттинский импульс. Немного не повезло Академии Коноплева и Самарской Виктории. У них серебро и бронза соответственно. Впереди у импульса второй этап окружной. А тем, кто проиграл, отчаиваться не стоит. Сезон только стартовал. Впереди соревнования лета с футбольным мячом, кожаный мяч и первенство Самары. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.